Всем привет! Сегодня на разборе у нас такой проект как Bell Wallet. Как они сами говорят, это будет самый удобный и безопасный кошелек в мире. Ну, во-первых, это подтверждается тем, что безопасный и вообще как регистрировать данный кошелек, как создавать свою учетную запись. Здесь все очень интересно. При создании Bell Wallet, своей учетной записи, вы должны присоединить к нему свой Twitter, Telegram и Facebook. И все эти счета, вы из них, со всех этих своих соцсетей, должны отправить напрямую сообщение для подтверждения вашей личности. И только после этого вы сможете разблокировать свой кошелек. То есть, если ваш кошелек, ну, даже взломали там или только Telegram, то все равно его не смогут разблокировать, потому что понадобится именно три ваши социальные сети. И с них надо будет написать. Также в кошельке будут очень интересные функции. Ну, во-первых, это функция страхования, также функция использования токенов Bell, собственно, с кошельком, затронизованный обмен DEX и протокол передачи активов и выдача оригинальных токенов. Интересная функция это страхование, то есть, как я и говорил, вам необходимо будет привязать все ваши три соцсети, такие как Twitter, Telegram, Facebook. И даже если вы потеряете все свои данные от всех кошельков, вы можете получить свои средства, так как ваш кошелек будет застрахован. Также требуется для того, чтобы войти проверка изображений, вы должны загрузить изображение при создании учетной записи. И это изображение должно быть загружено каждый раз, когда вы подаете заявку на страхование на Bell Wallet. Очень даже круто, то есть, можно будет получить все наши средства. Также вторая функция это совместное владение, то есть, в Bell Wallet есть возможность совместного владения одним счетом, то есть, вы можете вводить своим другом, допустим, одним кошельком. То есть, вам надо в настройках сделать так, чтобы вы могли заходить с разных устройств, да, и кошелек поддерживал разных пользователей. Также, плавный переход активов, владельцы кошельков могут настроить свой кошелек с заданными условиями, например, когда что-то неожиданно случается с владельцем, и тогда другой пользователь мог бы получить к нему доступ, ну, того, кого вы назначите. Это все можно также сделать в кошельке. А в White Paper, у них, кстати, есть White Paper даже на русском языке, ссылочку я обязательно вам оставлю, изучите его. Все грамотно расписано, каждый шаг видно, что ребята постарались. На данный момент компания проводит свое SEO. Давайте поговорим о нем более детально. То есть, токен у нас будет называться Bell, его символ, да, он будет сделан на Ethereum и на ERC-20. Вообще, сумма токенов у нас получается 100 миллионов, и токенов на продажу выделено. И на SEO у нас получается 30 миллионов. Софткап они установили 5 миллионов долларов, и также хардкап это 30 миллионов долларов. На данный момент проект собрал уже почти полтора миллиона, но это еще была только первая стадия, так что еще они соберут много, я в этом уверен. Также давайте посмотрим, как будут распределены средства, и давайте посмотрим активы. То есть, если вы покупаете, да, у нас получается до 100 тысяч долларов, то получается 0,5 эфира в месяц, до 500, это у нас 0,3 эфира, и до 1000 миллиона, да, это у нас 0,7 эфира в месяц. Далее, давайте посмотрим, как будут распределены средства, собранные. То есть, получается, токенов у нас, и токены, ну, во-первых, 50% останутся в пуле, да, страховом, 30% это на товарооборот, и 20% программа Airdrop и Bounty. А здесь у нас 50% пойдет на рекламные расходы, это собранные средства ССИО. А также 40% у нас пойдет на разработку самого кошелька, ну, и 10% на различные судебные дела и расходы на содержание. Что интересно, я не вижу токенов, которые уходят в команде, что немного стран. Далее, дорожная карта проекта, дорожная карта у нас начинается с конца 2011 года, когда началась частная продажа токенов, далее идет у нас Airdrop и Bounty, ну, и уже основное СИО в первом квартале стартует. В третьем квартале листинг на различных биржах они нам обещают, и уже во втором квартале начинается регистрация кошельков, и в третьем квартале уже завершающая стадия проверка безопасности, и в конце 2019 у нас релиз уже самого кошелька. Далее, команда проекта. Как мы видим, на сайте есть информация о биографии, но они почему-то скрывают свои лица, а также нет ссылочки на какую-то соцсеть, что немного настораживает. Но можете пробить их имя через Google, думаю, что это покажет. Также сторонники и советники проекта, ну и различные соцсети и так далее. Проект интересный, и, как видите, он интересует инвесторов, они очень быстро собрали начальные средства, поэтому я думаю, что вам стоит уделить внимание данному проекту и изучить его более детально. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, также на их соцсети, и, конечно же, White Paper. Обязательно прочтите его и изучите, чтобы уже окончательно принять решение, стоит инвестировать в данный проект или нет. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.